Если у маленького человека проблемы со спиной уже есть, необходимо незамедлительно заниматься их коррекцией. В нашем городе активную работу по борьбе со сколиозом ведет Брестская санаторная школа-интернат. Обучение лечения, в которой ежегодно проходят сотни ребят, и главное – результативно. Пусть до конца вылечить эту болезнь нельзя, но скорректировать некоторые параметры и улучшить состояние ребенка очень даже можно. Усидчивость, да? Конечно же, усидчивость, терпение, и тогда у нас что-либо. Как получится? Сутулость, круглая, кругловогнутая и плоская спина, сколиотическая или асимметричная осанка – все эти жуткие, на первый взгляд, термины являются нарушениями осанки. Причин для их возникновения много. Они могут быть как врожденные, так и приобретенные. Для того, чтобы последние не развивались с огромной скоростью, родителям и учителям стоит быть более внимательным к детям. На самом деле нюансов очень много. Нужно не только сидеть за партой ровно, нужно ходить ровно, спать на правильном матрасе, носить правильную обувь. Самым основным критерием правильной осанки является в первую очередь самоконтроль осанки. То есть ребенок сам должен понимать, что важным критерием является ровно держать спину в первую очередь. Он должен не сутулиться. Что касается гаджетов, к примеру, да, естественно, они влияют на нарушение осанки, так как дети зачастую сидят, начинают сутулиться, и у них получается вынужденная поза вперед. Тем самым постоянное вот такое вот сидение влечет к кифотическим деформациям, то есть к кифозам. Еще один фактор, который может серьезно повлиять на осанку ребенка, это ранец, а точнее неверно подобранный ранец. Правильный должен быть с твердой, но не жесткой спинкой, ортопедическими вставками. Играет роль даже вес учебников школьных принадлежностей, которые ежедневно носит ребенок. Он должен быть грамотно распределен в рюкзаке. Худшим вариантом будет сумка на одно плечо или бесформенный рюкзак из тонкой ткани. Ну и, конечно, на осанку ребенка серьезно влияет ширина лямок. Чем шире, тем, как говорится, площадь и объем их больше. И, соответственно, тяжести распределяются по всей спине, не дают нагрузки на позвоночник и на ножки. И, как говорится, всем весом оно облегченный вариант получается. Самые тяжелые предметы должны быть? Самые тяжелые предметы прилегают к спине. Да, фиксируются как бы всеми дополнительными кармашками, шире, уже. И, соответственно, оно более вместимо на любую возможность. Они все вот по такому типу прошиты спинки, ортопедические, ну, если можно так назвать. Вот это вот три такие панели. Да, оно распределяется для веса, для по ширине самой спины. И, соответственно, на поясницу оно не дает такой нагрузки на позвоночник и на плечи. К сожалению, в наше время общий уровень двигательной активности детей катастрофически снижен. Родителям нужно понимать, что активность – это нормальное состояние ребенка. Ее не нужно подавлять и сдерживать. Нужно лишь научиться аккумулировать ее и направлять в нужную сторону. Например, на спортивные занятия, где ребенок сможет не просто подтянуть мышечный корсет, но и выплеснуть энергию и накопившиеся после школы эмоции. Продолжение следует...